МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что, скажем, теории, с которыми я начал работать 25 лет назад, по тем временам был другой стандарт качества. Другие, вот как на государственном сортоиспытании, например, куда сдавал я свои орехи, там есть контроль. На тот момент самый лучший орех. Вот вы, если будете работать, на Украине тоже есть сортоиспитательные комиссии, есть тоже свои условия, там берется на данный момент самый лучший орех. И вот ваши, высаживается десяток тех, потом десяток ваших, потом десяток. Много повторностей. И они будут уже, скажем, соревноваться с достойным противником. Если в зиму, в морозный год, те балл поражения будет, скажем, 4, у вас 2, ваши выигрывают. В годы эпифитотии, когда болезнь, у вас, скажем, поражение единица, а там на 3 или 2 тоже выигрывают. А собрали урожай. Начало вступления в отношения первый. На второй год у вас урожай, а там еще нет. Вы снова выигрываете. Потом размер ореха, потом вес ореха, потом урожай из дерева. И все эти берутся и тогда говорят, да, этот орех достойный районирования. Годы идут, значит, и уровень требований возрастает. Скажем, если вам сегодня предложат запорожец в хорошем состоянии, вы, наверное, даром, вы вряд ли, ну, возьмете его, как поставить музейный редкость, там, где-нибудь, но вряд ли вы будете его эксплуатировать. Хотя лет 35 назад многие бы вообще повесились за запорожец или за москвич. Это была первая машина, народный автомобиль. Да, вот, кстати, по поводу ковра, вернемся к ковру. По идеалу ответ подробный, да? Да, да, понятно. Так вот, мне его подарили от имени Лихам. Я, значит, мои проектанты остались работать и там изучать почву, а я вылетел, у меня были дела здесь. И ковер свернут, красиво упакован на таможне на вылете. Раз, открыли, посмотрели, вот какие ваши коробки, все были открыты. Это национальное достояние, такие ковры запрещены. И конфисковали. Я не мог объяснять, что это, чей там, как. Мне подарил хороший человек, я не хотел, скажем, именем, значит, там, щеголять. Ну, когда я пришел сюда, я тому человеку, который организовал эти подарки, значит, настучал, что у меня забрали. Через три дня быстрой доставкой привезли меня сюда ковер. Вот в той торбочке, видите? Маленькая торбочка. Значит, и я думаю, ну, блин, угробили мой ковер. Они сейчас запихали его туда, его по жизни не разгладишь. Я когда на этом столе его открыл, он такой трансформерный. Бах-бах-бах, и вот такой стал. Шелк. И там есть и удостоверение есть, и уже номер, и как положено, разрешение не было. Вот так вот. Здесь у нас, значит, ряд сортов, которые мы продолжаем. Вот, например, я вам говорил о Черновицком. Я не могу понять, почему в Украине есть некоторые, ну, как говорят, нет пророка в своем отечестве, так говорят. А Черновицкий, Яревский, например, Яревский – это отличный опылитель для Песчанского. Песчанский, вот в чем коллизия? Я хочу вам говорить об этом более подробно, потому что, ну, чтобы не просто хороший опылитель. Песчанский имеет латеральное плодоношение. Он и не имеет такой плодоношение, как, например, пайн, или как чандлер, там, 85, или там. Он имеет где-то в пределах 35-40. Из массы урожая, который мы берем из Песчанского, где-то 40% получается из цветов латеральных, боковых. Так вот, сам по себе процесс образования цветочных почек, он начинается с верхней почки, терминальной. Ну, как и на любом другом эрехе. Наверху побега есть там, скажем, цветочные. Одна, две, три почки. Бывает гроздь. То есть, вверху. Это стандартное терминальное верховое плодоношение. А латеральные, вот эти почки, которые прошлого года, которые ниже находятся, они тоже плодоносящие. Они могут быть, их больше или меньше. Так вот, детерминируются эти почки, они создаются, взрослеют и формируются они не одновременно. Сперва наверху, туда приток питательных веществ. Те почки формируются полностью. А эти попозже, эти попозже. И бывает так, что нижние цветочные почки, они еще не до конца детерминированы. И когда начинается цветение, первым зацветает верхушная почка. Потом ниже лежащие. И поэтому цветение женских цветов, цветков, значит, у латеральных, оно затягивается. Если обычный сорт, например, казак, он цветает, в массе отрицает, цветает за пять дней, главные. Ну, там пару цветов чуть раньше, на южной стороне зацвели. Несколько цветков внутри крона, там, прохладно, или с северной стороны, они тоже позже зацвели. Но 85-90% объема женских цветов у сортов с терминальным подношением, они, значит, где-то цветут 4-5 дней. Все. Это не значит, что один цветок, он в состоянии принимать пыльцу 5 дней. Он принимает пыльцу, зависит от погоды, сутки-две, ну, масса цветков. А с латеральным подношением спирта зацветает верхушная почка. Потом следующая сельская, они походу уже летом этого года, то, что осенью не доформировалось, оно комплектуется. Они, как говорится, формируются уже полностью и зацветают. И поэтому у песчанского бывает цветение затягивается на 12 дней, а у чандлера бывает и на 20. И, например, те же самые американцы до 4-х опылителей на чандлер рекомендуют. Разных сортов, да? Так, чтобы они цвели, чтобы охватили начало цветения, середину цветения. Потому что чандлер – это протоандр. У него мужские цветы зацветают, цветут, а женские еще люлю спят. Как и франкет, кстати. Полностью отцвели все мужские, ни одного цвета на дереве нет. Начинает просыпаться женский. И тут надо, чтобы был по соседству такой хороший пыльциноз. Хороший мужской дерево. И вот этот период, чтобы пыльциноз, чтобы он цвел 20 дней, такого тоже не бывает. Есть сейчас, я с большим трудом, благодаря новому моему мужу, я, значит, из Валенсии, мне прислали иварту. Я сейчас имею иварту, буду смотреть, как оно… Иварту имеет очень длительный период цветения. В Чили иварту – это такой сорт. Это сорта пылитель. История этого иварта такова, что в Чили… Чили – тоже страна в Ореховом деле, она продвинутая. У одного ореховода на площади где-то там 20 гектаров чанлер. И вот в каком-то месте, ну где-то диаметром 150-120 метров, ежегодно чанлер забит плодами. А вот дальше, когда есть, когда нет, как обычно. Но чанлер неплохо плодоносит. И он начал вникать, обнаружил одну дичку, подвой, которая сбросила привой и пылит. И пылит, и пылит с начала и до конца. И очень длительный процесс. Он его, значит, тоже отобрал, зарегистрировал. Сейчас мы имеем иварт. Я его за ним лет 8 гонялся. Наконец-то он у меня появился здесь. Я его проверю на будущий год, как он себя поведет. Через год, естественно, буду использовать это свойство. Это основа о селекции. Так как мы обычно для песчанского, ну не могли подобрать опылителя, который охватывает весь период. От начала до конца. И на начало цветения мы рекомендовали трифановый латерал. Или молдавский латеральный. И они, значит, они цветут очень рано, мужские цветы. Значит, а потом казаку. Казаку, старый сорт, у вас в саду казаку есть. На него, значит, в него много камней кидает, но это неправильно. Казаку, если правильно с ним работать, он дает нормальный уже, очень высокое качество ядра дает. Ну, по крайней мере, не хуже песчанского. Чуть помельче он. Ну, например, вот у меня были какие-то заказы. Консервщики, сейчас кондитеры, они гоняются за мелким, натуральным орехом. Мелким. Потому что если, вот, скажем, президента, вот такой орех, и вот, чем попытайся закатать его в шоколад, потом продать, а потом съесть. А так и орех, и все при нем. И он компактный. Очень удобный. Поэтому иногда вот эти вот, на первый взгляд, отрицательные, значит, характеристики, что он мелкий там, они оказываются иногда самые востребованные. Ну, в какой-то определенной ситуации. И вот, когда мы изучили Яревецкий, Яревский, то мы убедились, что он цветение мужских полностью, значит, охватывает цветение песчанское. Мы рекомендуем Яревский как опылитель. Вы точно так же говорил, и в Буковинской станции рекомендовали РСК всегда как опылители к своим уже украинским сортам, Черневецкой, Буковинской, вот так вот. Ну, если вопросов нет, то мы давайте приступим к, будем рассматривать вот эти, вот эти орехоколы. Это посылка от Лапы Андрея. И мы можем даже проверить, как они работают, если у него зажигает. Конечно, нет, это шучит. Прекрасно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok